так господи благослови я сажусь с тобой рядом так это не на александр жовнерного из села клочки ребрихинского района до алтайского края с нами сестра наша старшая сестра по крестоводвиженского общине капустина татьяна кузьминична и вот рассказывай в чем дело в чем дело дело все в том же как я приехала сюда говори погромче что слышно было как я приехала в деревню в село клочки ребрихинского района ехал я туда не просто так наш батюшка отец иаким побывал в епархии поговорил с каждую было звать то не помню архимандрит был тут где-то я его упоминаю имя о чем он говорил батюшка ему представлял вот как апостол павел когда отправлял фиву в это во храм и пишет им послание что посылаю к вам фиву привить примите ее как прилично святым вот примерно с такой же темой пришел и батюшка к архимандриту и к в епархию и ему представил меня я там не присутствовал но он ему рассказывал о том что я переезжаю в клочки и на постоянное место жительства и он хотел бы чтобы там меня приняли и чтобы не просто меня приняли но и нашли для меня какое-то полезное дело для чтобы я выполнял какой-то в храме там или в приходе как там он разговаривал не знаю и архимандрит у него спросил а сможет она вот там например заниматься вот тем то и конкретно сказал мне неудобно я не буду об этом говорить а батюшка сказал да конечно сможет и даже он сказал легко и он говорит ну тогда мы с радостью принимаем но когда я туда приехала меня оттуда выгнали когда в каком году это было конец апреля заканчивалась а 1 мая уже я 2015 года мы уже переехали окончательно туда и в это время я и пришла во храм первый первый раз когда я пришла во храм священника не было тогда там служил игорь чернодаров его было имя теперь он не игорь теперь его теперь он и романах спиридон он теперь настоятель этого храма откуда меня выгнали и выгнали меня именно по его настоянию он сказал что когда я приеду чтобы ее не было в тот момент его не мне это как говоришь чтобы танцы что погромче можешь а можно я прочитаю ну я кое-что разберем он сразу тебя как вызвал говорили где в храме нет он меня никуда не вызывал со мной разговаривала но она у них староста было или кто не знаю ну какой-то там она имела место у них сейчас ее там нету а тогда она была и когда она у меня спросила я как и как сюда я в храме не могла мы вышли на крылечко там на улицу вышли и я говорю я приехала сюда совсем жить на постоянное место жительства купили мне здесь с витей с мужем моим дом сейчас мы занимаемся его ремонтом но я в субботу воскресенье буду приходить во храм ну и хорошо она не так как бы приняла дина да да а сколько километров отсюда до вас 100 примерно 100 там 90 чем-то 90 до трассы и там еще ваша родина там я родилась и выросла там я там закончила школу и среднее образование я получала там мне сейчас уже 73 года но родилась лет там и мои родители постоянно всегда жили там они крестьяне я родилась в крестьянской семье и там же и воспитывалась а потом я приехала в город тут я получил уже образование высшее это финансо-экономический институт здесь в эзфи и здесь я и работала здесь у меня и семья ну вот так сложилось что мы переехали ну как получилось так что вам разрешили а потом выгнали как это какая причина ну разрешил это мне батюшки не было их новоместного я пришла и я с ними молилась но когда он узнал тогда он был игорь я его назову пока игорем когда игорь священник их узнал что я приехала к ним и на постоянно он сразу сказал им выгоните чтоб ее там не было если если я приду это с крылечка спустим сбросим с крылечка вот даже я помню как говорят с крылечкой и сбросить а высокая крылечка ну да заметно это страшно семь есть ну побольше так ну давай теперь что ты решила написать кому-то ну как я решила я не просто решила написать я уже обращалась не один раз я писала три раза обращения писала сюда в епархию сначала а потом стала метрополия уже метрополию писала это было два года назад уже митрополиту сергию я на его имя писала и на имя епископа всеволода ныне его нету тоже и вот недавно 5 с 5 октября там другой епископ я его с ним не знакомы не знаю антоний его имя нового нового теперь новый будет у нас антоний того всеволода теперь нет тогда я писала два года назад это а тот кто был как звать он был епископ все всеволод но больше я фамилию килограмм вы не звали была на чем он команду славгородский как а он был епископ в савгородские каменский вот так вот у него звание было такое владыка епископ во давать к и как раз ты пришла туда и он уже здесь был и песка кто-то вот это все в DAR Democrat а А вот знаете, как раз в это время, когда я приехала туда, еще был епископ Максим. Но в это время как раз на верхушке, наверное, вот этого того, что слом происходил, эта старая структура у них была изменена, была епархия, стала метрополия. Вот как раз в это время и я переезжала. Вот это как раз новой организацией структуры было. И в это время, я не знаю, был там Всеволод или не был, не могу сказать, но епископ уже был. Сейчас что ты решила, это написать куда-то? Да, и вот теперь то, что мои раньше были обращения, ну, во-первых, я тогда раньше обращалась только за себя, только о себе, то, что когда меня выгнали, и когда уже начиналась зима, и я подошла даже осенью еще, я через Зинаиду, конечно, попросила, чтобы она мне помогла встретиться с их священником Игорем. Тогда он был Игорь. И она мне помогла, она с ним поговорила, что Нина пришла, хотела с вами повстречаться. Он говорит, пусть подождет. Я подождала, закончилась служба, я ждала на улице. Он вышел на улицу ко мне, мы с ним поговорили. Ну, продолжительная была беседа, но она теперь уже, я так считаю, что даже о ней говорить, это настолько склочная была, и мне даже вот о ней говорить не хочется. Это все уже на слуху было и есть, и поэтому я даже не хочу повторяться. Мы примерно хотя бы о чем говорили-то? Ну, во-первых, я задала ему вопрос, почему мне нельзя заходить в храм. Молился там. Да, он мне сказал, потому что ты находишься в секте, и это сектант, твой духовник Игнатий Лапкин. Ты знаешь, что это за человек? Знаю, это мой духовный отец. Я сейчас знаю, и не просто знаю, я очень хорошо знаю, потому как мое рождение духовное было через него. И вот так. А он говорит, так вы, у вас ни икон нету. Вы не подчиняетесь никаким правилам. А каким правилам? Я не задавала вопросов, я молча слушала. Потом он говорил, что не просто икон нету, еще что-то он там говорил, я уже сейчас и не припомню. Ну, что у нас... А, то, что вы не признаете мощи, что вы не допускаете к себе людей в приход посторонних, что у вас вот так вот одежда ваша, она смущает людей. Я ему на это не отвечала ничего. Я его только молча слушала. Но в конце, когда уже заканчивалась беседа, я говорю, ну, можно я теперь... Это по поводу того, что у него большая неприязнь ко мне. Он об этом сказал. Неприязнь. Неприязнь. Его личное. Он говорит, ну, это мое личное. У меня большая неприязнь к вам. Я потом говорю, так вы вот это мне поясните. Чем отвратительно стало, откуда взялась эта неприязнь, мне это непонятно. Ну, я, говорит, может быть, неправильно выразился. Я говорю ему, вы знаете, мои одежды не могут смущать никого, потому как и мои, скажем, платки вот эти, если вам это неприязнь к этому, то у вас есть икона во храме, как Богородица там выглядит, как другие святые выглядят, жены. Ну, посмотрите на них. Я ничего не придумывала новое. И он еще был недоволен тем, что я приглашала его на Благовестие. У них же там в клочках. Я тогда ему позвонила, когда мы собирались на Благовестие, это в 2010 году. И я позвонила ему с домашнего телефона и попросила его, пригласила его принять участие в нашем, скажем так, Благовестие. Планирую ему. Тогда оно еще только планировалось, и за несколько дней я ему об этом позвонила. И говорю, у нас будет место, мы для вас оставим, мы заедем за вами в Павловске, вас возьмем, вы нас, вы там пригласите ваших людей, прихожан, которые в храме-то есть. Мы бы с ними вместе прошли, они знают всех людей, мы бы зашли в каждый дом, посетили. У нас есть литература, у нас были Евангелия в то время, от Иоанна Евангелия. Мы бы занесли в каждый, и он мне сказал, вот как ты посмела тогда меня пригласить вот туда, позвать он, вот так, позвать меня туда. У нас подходы разные, к нам люди сами придут. Мы не ходим по домам, мы не ходим по улице, к нам люди сами придут. И вот теперь, когда прошло время, когда я уже шесть с половиной лет стою и молюсь на улице, куда мне он показал, я говорю, вы меня благословите, это было чуточку попозже, уже снег был, и он проходил, я тогда еще второй раз искала с ним встречи. И я подошла, я говорю, благословите меня на молитву зайти. Он меня благословил и говорит, благословляю. И так небрежно показал, там сугроб снега был, трактором вот так вот надвигано было, и вот туда показал. Благословляю, молитесь. Так небрежно, и как-то вот, меня до сих пор это, ну, как бы мне, ну, не очень неприятно. То есть, ну да, я недостойный, может быть, и человек, но я недостойна перед Богом. Но он такой же человек, как я. Вот он в самое место копнул, куда надо. И поэтому... Верь среди не о нем идет, а о тебе идет. Если ты это все сделала, претерпела, а если у тебя радости нет, благодарение Богу, за что Он тебе это дает, ты одна избранница у Бога. Потому что вот девять блаженств, блаженно нищие духом, блаженно плащащим. И только за одно, за последнее, когда будут поносить, несправедливо гнать, злословить, написано, велика ваша награда на небесах. Тебя Бог избрал не для награды, а для великой награды. А ты прямо так, а почему я? И сказал это не потому, что из-за награды, из-за того, что тебя ущемило это. Он махнул рукой. Да. А ты даже от вашего жеста его не достойна. Ты бы вот так-то решила, и отошла, и поклонилась батюшкой. Как я рада сказала ему, что я не буду там воздухом этим дышать, томиться где-то. А Бог-то везде, передной купол-то какой. Какая свеча горит солнце. Ну, ты маленько бы батюшку развеселила. Он не знает, никогда не ходил на благовестие. И он тебя сразу люто возненавидел. И что, в мой адрес? Ну, скажи, допустим, все правильно, одежда на ней не такая. Да и с поднего белья не такая. У меня все в заплатах. Ну, а скажи, к мне-то какое отношение? Не одета, такая симпатичная женщина в таком возрасте. Ну, маленько-то. И как одета? Что не ладно-то? На мне, скажи, платок, как хиджаб. У Божьей Матери такой же покрывало. Как-то бы можно маленько его расшевелить-то было. Игнатий Тихонович, это приходит как с опытом и со временем. Ну, да. А когда я приехала, это еще было... И мы такие неугодны. И, ну, похоже так. Ну, ладно, а теперь давай, что ты хотела тут сказать? Теперь это все продолжается. И вот то, что я когда с ним разговаривала, и он мне сказал, к нам сами придут, то теперь уже за шесть с половиной лет, которые я там стою и молюсь на улице, меня это не ущемляет в самом деле. Нет. А за это время я уже вижу, что это было правильно сказано. Никто не пришел. Но те, которые были там, все вышли. Никого нет. Вообще ни одного. Тех людей вообще никого уже нету. Все вышли. Некоторые только ушли из жизни совсем. Ну, а в основном люди эти сохранились. И сколько там прихожан-то? В самое большое время было 15-18 человек. Теперь нету никого. Где-то газета, которая с храмом-то была. Ты ее утащила, наверное. Ну, потом посмотрим. Вот тут я еще сама ее не видела. Чтобы показать, какой у вас в клочках храм. Так он у нас не один. Они два рядом стоят храма. Вот этот храм тогда только построился. Вот который здесь на газете. Он только построился. Ну, я не знаю. Тут можно будет сидеть и видеть. А это кто-нибудь предприниматель, который построил? Это я не знаю. Я не читала. Хозяин, да? Вот он, как он выглядит. Ну, может быть, и не видно. Не знаю я. Он очень огорчен и обижен, что в этом храме, какой он построен, службы не ведутся. А ведутся в маленьком домике рядом. Вот так вот. Держи его, чтобы видно было. А то от себя. Ладно. Ну, ладно. Я просто спросил показать храм. Ну, может быть, у него какие-то были обвинения конкретно тебе? Ты с кем-то говорила? Людей против него настраивала? Или что-то говорила? Божью матерь не признавайте? Никогда я... Вот сколько я живу. Ну, счет он же должен был тебя так вот. Ну, с благовестия он так... Ну, я так понимаю. Ну, я не могу объяснить, почему это так. Это его надо спрашивать. Это все связано только с вашим именем, Игнатий Иванович. С вас... Связано все с вашим именем. Ну, имя-то имя. Я бы это уже сказала. Так он... Ну, имя-то как на ней? Она сияет, как-то благоухает. Что это имя дает-то? Вы знаете, вот если... Он мне сразу сказал, когда я сказала, я же знаю, что твой отец Игнатий... Я говорю, да. И он мне говорит, вот отрекись от него. И тогда... И тогда и от него отрекись, и от ваших книг отрекись, от всех, с кем ты встречаешься и знаешь, отрекись. Вот когда отрекешься, тогда заходи. Тогда все царствы и отреки на гангах тебе. Тогда все твое, заходи тогда. Ты поняла, что это не он говорит, через него кто-то это говорит. Это в Писании нет, ни в канонах, нигде нет этого. Тут другое дело, почему так долго... Это не то слово даже. И ты зимой туда ходишь, на улице стоишь? Да, я... Я слышал такое там, что у тебя варенки протаивает, говорит, до зимы. И зимой, и летом, и весной, и осенью, в любое время года я иду и стою там, молюсь. Мне было показано вот туда. И я это приняла. И я хожу и молюсь там. А вот представь себе, вот сейчас бы он сидел здесь с нами и говорил, он бы тебе что-то сказал, ты говоришь неправду. Ну, если только лгал бы, может быть, но я не предполагаю, что он может солгать. А так, а так у него нету почвы. Второй вопрос. Нас сейчас арестовали всех, и он там с нами. И вот в одной мы камере. Он так же будет себя вести или по-другому? Теперь он никогда не будет священником. Все саны с него сняли. И теперь мы на лесоповале работаем. И вот где-то мы собрались в какой-то там комнате, так, в ГУЛАГе. Он так же бы разговаривал-то? Или его должность заставляет так говорить? Я не могу на этот вопрос ответить. Потому что я не была вот в таком положении, как он. И судить о себе я так не могу. Ладно, теперь давай, считай, что у тебя тут написано? Заголовок просчитай. Ну, я сейчас не просто так написала, потому что ко мне люди обращаются. И даже я и знаю их мнение некоторых людей. Знаю, что они писали. Обращались даже к патриарху с письмом. Ответа они не получили. Я даже вот перед отъездом позвонила одну и спросила, в каком состоянии остановилось это дело. Она говорит, не знаю. Так и нету ничего. Но только приезжали, это было два года назад, приезжали сюда. Приезжал епископ Всеволод разбираться. Видимо, спустили оттуда сверху-то вниз, чтобы разобрались. И что там получилось-то у них? Почему люди обращаются? Всеволод приезжал. Приглашал. Тогда был настоятель. Нет, он не настоятель. Ну, был там еще один священник. Он у них назывался, ну как, благочинный, благочинный. Погромче говори, ну что ты шепчешь-то? Все, голоса у тебя нет или ты специально так говоришь? Нет. Ну, я могу голос повысить, громко говоришь, чтобы слышно. Мы разговариваем это. Ну, покормить может тебе надо. Вот приезжали и приглашали там двоих тех людей, которые принимали участие в сборе подписей. Две женщины там были. И вот шли разборки. Как они там проходили, не знаю. Ну, в результате было сказано. Там меня, видимо, касались. Там и моего вопроса касались. Только я не знаю, как дальше, что там было. А вот по храму это знаю. По храму епископ вышел и сказал, раз не работает этот храм, вот этот вот, который здесь на изображении, это новый кирпичный храм. Раз он не работает, я вам его благословляю использовать как часовню. А он был храмом. Он был освящен. А какой ты епископ? Всеволод? Всеволод. Всеволод. Ну, ладно, давай постепенно. Мы все, дойдем до чтения. И вот, потому как я стою на улице седьмой год, уже шесть с половиной лет и зима впереди, и люди ко мне обращаются, и я вот написала, просили так, я написала святейшему патриарху московскому и всея Руси Кириллу, митрополиту Барнаульскому и Алтайскому Владыке Сергию, епископу Словгородскому и Каменскому Антонию, нынче уже Антонии, от православной христианки Жолнировой Нины Александровны, Алтайский край, Ребрихинский район, село Клочки, улица Лебяжинская, 43, указываю почтовый индекс и мой телефон, и пишу обращение. В первый раз обращаюсь к святейшему патриарху московского и всея Руси Кириллу, и в четвертый раз к вам, владыки, отцы Барнаульской и Алтайской митрополии РПЦ МП, по одному и тому же вопросу, который остается быть нерешенным. Прежние мои обращения были личного порядка о благословении меня на посещение богослужений в Клочковском храме в честь Казанской иконы Божьей Матери. Теперь же вопрос остро стоит о большинстве людях, живущих в деревне. Ранее я уже писала, что в мае 2015 года мы с мужем переехали из города Барнаула жить в село Клочки, где я родилась, жила в крестьянской семье, выросла, воспитывалась там, училась в средней школе, по окончании которой уехала в город Барнаул для получения дальнейшего образования в высшем учебном заведении. Там я училась, работала, там была моя семья, там я и уверовала через проповеди мирянина и православного проповедника Игнатия Лапкина. Там я стала членом крестовоздвиженской общины РПЦ ЗЭ, где священником служит протеерей отец Иаким Лапкин. Еще раз хочу напомнить, в 2007 году, как пишет журнал «Алтайская миссия» номер 6, цитата, «Единство Русской Православной Церкви восстановлено 17 мая в праздник Вознесения Господня во Храме Христа Спасителя». Цитата закончилась. В предыдущие годы, хотя мы были и в разных юрисдикциях, на прощенное воскресенье всегда и ныне мы были и есть в Покровском кафедральном соборе города Барнаула. А в конце 2011 и в начале 2012 годов, по инициативе тогда бывшего владыки и епископа Барнаульского и Алтайского Максима, у нас были разработаны мероприятия по совместному участию в благовестнических поездках по Алтайскому краю. Я тогда тоже входила в состав членов комиссии, работавшей по реализации наших совместных планов в жизнь. Но потому как в то время владыку Максима перевели на служение в другое место, совместное благовестие не состоялось, и общение между нами почти прекратилось. При назначении владыки Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, наше общение, по милости Божией, возобновились и сохраняются. После краткого обзора возвращаю ваше внимание в 2015 год, когда мы с мужем переехали в село Клочки. Мой духовный отец протеерей Аким Лапкин побывал тогда еще в епархии города Барнаула у секретаря архимандрита Филарета, «Где представлял ему меня, как и апостол Павел представлял Фиву, диаконису церкви Кенхрейской, просил, примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому». Это цитата апостола Павла. Также порекомендовал отец Аким, где и как я могла бы послужить в Клочковском приходе. К сожалению, здесь не оказалось приличных святых. И мне, меня выгнали из храма. «Угрожая мне, если я не уйду, закроют храм на замок, и службы не будет, потому что им, как их батюшка, велел». Тогда Игорь Чернодаров, а ныне и романах Спиридон Чернодаров, настоятель храма. Моя встреча с Игорем, ныне Спиридоном Чернодаровым, была дважды. Позитива не было, носила склочный характер. Повторять почти семилетнего срока давности нет смысла. От меня требовалось только отречение, причем не от чего-либо, ну, скажем, от убеждений, взглядов на веру, понимания или упования моего, а отречение от конкретного человека, Игнатия Лапкина. От проповедника, от проповеди которого пришли в православие неизвестное множество людей из разных слоев нашего общества, и ныне становится известным даже и в разных уголках мира. Вот на какое явление, а не просто на человека. Он замахнулся. Я здесь восклицаю и спрашиваю. Восклицательный, вопросительный знак. Из-за миссионерской гореты. А на меня и еще на ряд людей, которых я не знаю, некоторых уже и в живых нет, он совершал во храме анафематство. А это как? Прямо открыто, анафемия. Да. Колено преклонением с теми прихожанами, которые его... Наверное, власть ему такая дана, как Патриарху, или Собору, или Симуду. Я не могу это ничем объяснить. Я только задаю вопрос. Можно объяснить чем? Деяние апостолов, 20 глава, 29 стих. Это я... да. Но это же под него-то не подходит. Да. Давай, читай. У Бога все бывшее не может быть, яко не бывше. Отречения я знаю только от сатаны во время крещения. Да. Другого я не знаю. Давай. Я являюсь носителем благословения митрополита Барнаульского и Алтайского владыки Сергия на мое посещение и служение во храме в села Клочки по месту моего жительства, на что Спиридон цинично ухмыльнулся и сам встал в двери, как в пролом. Вот так вот встал в двери, как в пролом, чтобы я не могла войти. Его комплекция позволяет с собою закрыть дверь. Он стал толстым. Он таким и был. Вот так по сей день я остаюсь на улице и в снег, и в зной, и в дождик проливной, и в мороз, и в холод. Тогда я писала вам, владыке, что от него уйдут все, которых и так немного. подтверждаю, что ушли все. И теперь на центральной усадьбе села стоят два пустующих храма, один из которых вот здесь изображен в этой фотографии. Они рядом прямо? Они рядом, на одной территории. Зачем два? Там домик, в котором тепло. Там домик, в котором тепло. Храм-то как? Один храм, один... А зачем два? Я дочитаю эту мысль. Один в честь казанской иконы Божьей Матери его здесь не видно. И в честь святителя Христова Николая Мерликийского чудотворца. Это вот этот, который здесь изображен. Почему два? Я не могу объяснить. Это не мои дела. Они были и есть. Люди есть возмущающиеся, есть совсем не доверяющие этому священнику, есть хотящие ходить во храм, но в нем видят преткновение, спотыкаются об священника. Знаю, что писали обращения, даже к патриарху, чтобы помог открыть существующие храмы так, чтобы они работали. В этом обращении поставили свои подписи, в том обращении поставили свои подписи 96 человек жителей села. Даже были разбирательства о сложившемся положении и обстоятельствах в церкви под настоятельством священника Спиридона и ромонаха. В результате этих разборок разбирательства не дали результатов. проповеди нет, благовестия нет, отсюда и прихода нет. Люди остались за оградой церкви Христовой, а значит отпали и от веры. А ведь многие были крещены им же, когда он был еще не Спиридоном, а Игорем. Крещены или мочены? Мочены. Ну, я тоже не знаю, не вижу, как он так далее. Крещение только троекратное полное погружение. Ну, я думаю, что троекратного не было, не могу утверждать погружение. Ну, дело в том, что не называется это крещением, называется там обливанием, краплением как-нибудь. Слово крещение переводится одним словом погружение. Тауфан, баптизм. Я могу предположить, что не было вот этого баптизма. А предварительное оглашение, сколько было времени, обратились ли люди, получили ли рождение свыше. Ну, тут все, оно идет целой цепью, что не было сделано. Главное, дай, дай деньги. И дальше я продолжаю. Взываю к вам, вот к тем батюшкам, владыкам, и умоляю вас позаботиться о людях. И ставлю цитату мою любимую. одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать святой храм его. Все? Все, на этом смотри, тебе видно вот это на экране? Татьяна, видишь? Да. Ну, тебе трудно считать, пусть она считает. Я? Я не знаю, как. Вот, Московский патриархат. Московский патриархат. Студенческий журнал Покров Барнаульской духовной семинарии номер девять 2016 год страница 34 Кавычки. Дальше. Дальше. Ну, вот она в кавычках. В начале В начале 1990-х часть приходской общины переселилась в Мамонтовский район в село Потеряевку, где основала новую приходскую общину во имя священно-мученика Анфима Некомедийского. у нас в честь святого Анфима Некомедийского престольный праздник по новому стилю 16 сентября. И к нам приезжает митрополит Сергий из года в год. И во время богослужения меня просит сказать проповедь. Отношения так как разные. И теперь что пишет? Я покажу дальше сколько там у нас построено всего так. после подписания читаю дальше после подписания акта о каноническом общении и восстановлении единства внутри русской поместной православной церкви пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении приход сохранил свою юрисдикцию связь юрисдикционную связь юрисдикционную связь с РПЦЗ не входя напрямую в подчинение барнаульской епархии. Несмотря на то, что время определяющие переходный период для российских общин РПЦЗ до 17 мая 2012 года истекло приходы в городе барнаульный селе Потеряевка фактически поминают за богослужением святейшего патриарха Кирилла и предстоятеля РПЦЗ митрополита Илариона Капрала имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Крестовоздвиженский приход города барнаула и община села Потеряевка являются уникальными и своеобразными приходами общинами приходскими общинами. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций свойственных старобрядцам Мужчины не бреют бород остригают волосы носят рубахи на выпуск с поясом Женщины также не носят облегающих и тесных одежд носят платки в общинах строго поддерживается деревенский древнерусский 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 нравственный и бытовой уклад многие семьи многодетны старостой этих общин является родной брат протеерея и Акима Лапкина Игнатий Тихонович Лапкин известный православный миссионер объехавшись проповедями о дальнем зарубежье о дальнем зарубежье миссионерская практика Игнатия Тихоновича Лапкина вызывает разную реакцию однако можно уверенно утверждать что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей доктор богословия кандидат юридических наук профессор кафедры истории церкви Черновицкого православного богословского института настоятель храма святого Луки города Норильска священник Павел Бочков ну и при том это не как-то а смотри где пишется вот здесь в этом месте пришел в гости у меня был митрополит Сергий здесь я ему показал он сам-то не читал и на меня смотрит так неплохо написано-то я говорю конечно вот а Господь делает так и поэтому то что он сказал это нигде нет лжец царствие Божие не наследует как Давид говорит исследуй жизнь мою до внутренней жизни Давид считает но он говорит он плетет венец тебе венец несравненный может быть для всех женщин только это понять можно и ты прими это с радостью написать можно оповестить чтобы они узнали но ты радуйся понимаешь это радуйтесь и веселитесь когда будут поносить вас как неугодному Богу у них все это сходится они же ты не воруешь они не обвинили тебя ты мужа не изменяла но они тебя не могут обвинить ни в одном этом грехе а загонят а за что что ты не такая как они ты все время благодари Богу что ты не такая как они они не нравятся как походят как делают за все благодарить это одно это первое офисное естественно там прямо говорится за все благодарите а за все значит и за то что есть неужели а Ева говорит за доброе будем благодарить а за злое не будем можно добавить я хочу добавить что меня-то ведь не знают я к ней в гости сестра приехала в гости мы пошли с ней в храм я захожу они меня не знают никто я зашла я на улице она на улице ну я сделала все как положено подошла к иконе поцеловала помолилась перекрестилась все сделала как надо да да что что священник там стоит за стеночкой а мне говорят погромче говори а вы откуда из Барнаула ну нас узнают по платкам сразу по платкам по платкам кто вы такая меня давайте знаете как меня допрашивали я заново подошла я говорю я все знаю я подошла заново ко Христу к иконе большая икона я сделала земной поклон я поцеловала я все сделала как надо потом выходит священник и говорит так из Барнаула от Лапкина от Лапкина да вот отрекитесь тогда можете к нам ходить к нам отрекитесь тогда можете к нам ходить но это еще не царство небесное это оно в другом месте будет вот и все и на этом закончилось и когда я приезжаю к ней к сестре то вместе ходим она сейчас возле креста стоит где похоронен три священника из клочков там сделали оградку такую крест но это могилка она почти на дороге стоит рядом вот так дорога люди то идут проезжают и видят она стоит зимой летом когда дождь идет на колокольне там высокие эти ступеньки то там хоть крыша есть можно там маленько но там ветер зато сильный и поэтому стоять столько это до слез обидно а люди обращаются к ней скольким она людям помогает там в деревне они все уже знают вот искренне верующие это вот Нина и когда кого-то хоронить уже зовут там еще женщины собираются несколько и они уже делают ну ты бы если была в этом в этой таре овец там никто бы тебя не знал он тебя как раз и показал ты не такая как они это точно ну да вот и все а остальное перед Богом он не может кто нас отлучит от царства Божия от Бога от Христа силы какие настоящее будущее Павел перечисляет глубина никто и поэтому написать можно но это твоя радость может быть в жизни ну дело ты не во мне Игнатий Тихонович меня спрашивают когда самые счастливые дни жизни были самые счастливые были жизни мои я теперь рассматриваю когда я был в тюрьме за слово Божие теперь реабилитирован как жертва политических репрессий и когда был на операционном столе это самые добрые дни моей жизни поняла поняла так ну и слава Богу ты ничего не потеряла вот в чем дело то вера твоя окрепла на морозе на этом на жаре и все это позади уже и уже и не только не только вот как вот окрепло физически я стала другая меня теперь ничем наверное не достать я так думаю не смейся слух не надо так вот прости господи обидно понимаете что он как оккупант вот он приезжает ведь он не живет в клочках сам он же приезжает из Павловска вот три машины приехали его родственников или кто самые близкие отслужил и уехал а люди остались ну как а кто-то хочет в храм это не изменить так есть это их область туда вмешиваться надо главное ты твое отношение ко Христу молитва твоя более горячая сделалась на морозе ну как я от храмовой конечно отошла я много храмов уже теперь да господи камни на камне от храма не останется это о храмах сказано выгодите храм от храма молитвы Игнатий Тихонович я вот основную мысль скажу что существует у нас у православных христиан литургия это общее делание литургия это общее делание и я вот из этого общего делания ладно я выпала ненадолго я все равно когда-то я приехала исповедовалась причастилась и снова уехала снова я стою молюсь а люди то выпали общего делания в этом храме нет и вообще теперь совсем этот храм который здесь изображен новый храм совсем закрыт на замок а в котором он служил всегда сейчас там изменилось положение он теперь не всегда там служит я не знаю его расписание он только по расписанию приезжает люди даже не знают как теперь да не не хотели знать если честно сказать узнали бы но он приезжает теперь туда только по некоторым субботам воскресеньям как-то так я хожу всегда как ходила так и хожу всегда по воскресеньям по воскресеньям повторяю в субботу я там не бываю я выпадаю тоже частично я выпадаю но общего делания и там нет потому что нет ни одного прихожана из деревни нету бывает там всего 2-3 женщины которые присматривают за этим храмом за тем которого здесь не видно в котором и проходит это нету никакого общего делания а если нет этого общего делания то кто тогда там так может быть по твоей молитве это все засохло там окончательно все листики опали может быть это Бог Бог известно я показал а зачем храм ваш пуст он говорит а он так и есть но это исполнилось полностью полностью исполнилось и даже этот где они собирались они теперь там не собираются он теперь ездит еще где-то там я не знаю где он шалаболиха что ли а может еще где-то я не знаю в эти эти три машины кто говорит это его друзья кто говорит это родственники ну и я в одном из из таких скажем духовных повествований я читаю что если общее делование общее делование бывает только при наличии одних и тех же какой-то маленькой группки людей то это уже не христианская православная церковь а это какая-то маленькая секточка вот даже вот я вот это слово скажу ты где это читала такое это не читала услышала из уст епископа а че он сказал-то откуда прибудут люди если проповеди то нету кто же придет-то он епископ-то сказал ну дальше я его не знаю какой епископ епископа не нашего ну не наш епископ ладно он сказал с какой целью на одном месте засохла дальше проповеди то нет вера от слышания слышание от слова Божия от проповеди вышел сеять и сеять а если не сеется что там в гости не уберут проповеди нету прихода нет ну и вот ладно общины нет Ты сейчас проверь себя. Ты на кого-то сердишься из них? Никогда. Нет. Ну и все. Ну, обязательно писать надо. У тебя есть кто-нибудь знакомый, кто мог бы отпечатать это? А мы бы из него нужное взяли, а не нужное посоветовали. У меня нет. Теперь я в деревне. Кто-то тебе может помочь напечатать вот это? А вот я бы посидела тут, напечатала, если у вас это возможно. Да я уже, наверное, теперь не... У меня со зрением плохо. Вы видите, я как сейчас читаю. В очках и то у меня... Ладно. Дело-то в том, что печатать это я, допустим, никак я и не дам. Я все время сижу, отвечаю. Я встаю в 3 часа. А в 3 часов ночи я только едва-едва разобрал почту. Сколько новых душ пришло, ты его посмотрела. С какой радостью люди обращаются. Новое. Из сектантов приходят. Да отовсюду. Да. И даже... Я даже вот где-то в ролике слышала, что даже из среды мусульман есть. Да. Интересно. Тут один такой человек к нам приезжал, хороший журналист. Ну, что, был, наслушался всего. Едет машина. Я поднял руку. Меня, говорит, взяли. Я, говорит, в машину-то сел, слышу моим голосом, Библия начитана и звучит. Угу. Голос. Я, говорит, доехал до монастыря, там где-то в Оренбурге или где. Только зашел, узнали. Так откуда ты с Барнолула? И опять, говорит, про вас спрашивают. Передают. Краснодар. Собрались там сектанты. И в Афхабаровске беседовать. Когда узнали, что они со мной знаются, ни один не хочет. А баптист пришел. Недавно один. Ну и тема какая открыта. А он у нас-то уже все это взял. Я, говорит, заколотил, говорит, баптистский гроб, говорит, гвоздями на 200, на 20 сантиметров. Они ничего не могут возразить. Истина, она одна. И ей покоряется все. Он не такой. Ну что можешь только плащ о нем. Раз он тебе известен, молись о нем. Может быть, ты его и спасешь. Откуда знаешь жена? Не спасешь ли мужа? Не знаю. Да, речь идет не только о том, что он с тобой. А вообще женская молитва. Мы видим, Христу помогали женщины, приходили. Храмы они, люди-то эти, и не имели своего храма. А там их гнали. Запрещали говорить. Били. Петр говорит, а кого больше слушать? Бога или человека? Так что, я говорю о терпении. Тут у меня сейчас маленький, прочитаем материал. Совсем махонький. Терпение. Сейчас я подожду. Найду здесь. И терпение. Просчитаем. Ты просчитаешь его. Вот так. Сейчас вам затворник. Римлянам. Восьмая глава, второй, тринадцатый стих. И Матфея, десятая глава, шестнадцать, двадцатый стих. Давай. Подожди, я сейчас, это, щелкну. Подожди, возьми. Ну, сейчас сделаем, чтобы тебе его можно было... Я на тебя наклоню, чтобы не упал где-то. Так. Подожди-ка. Чтобы еще одна мы закроем. Так, подожди, а сейчас этот сюда поставим. А теперь, чтобы тебе было легче, я его вот так вот и сделаю с черным. Называется жирным. Так лучше видно? Вижу. Ну, давай, считай. Претерпевший же до конца спасется. Так. Ватфея, десятая глава, двадцатый стих. Давай. А если нам что терпеть? В этом ни у кого не бывает недостатка. Поприще терпению у всякого широко. Стало быть, и спасение у нас под руками. Претерпи все до конца, и спасен будешь. Надо, однако же, терпеть умеючи. А то можно протерпеть и пользы никакой не получить. Во-первых, веру святую бледи. И жизнь по вере веди безукоризненную. Всякий же случающийся грех очищай тот час покаяния. Согласна-то, во-первых. Сходится дальше. Во-вторых. Во-вторых. Все, что приходится терпеть, принимай как от руки Божией. Помни твердо, что без воли Божьей ничего не бывает. Поняла? Поняла, я и знаю. Дальше. В-третьих. 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 Веруй, что все от Господа исходящее посылается им во благо душам нашим. А во всем искренне благодари Бога. Благодари за скорби и за утешение. В-четвертых. Полюби при скорбности ради великой ее спасительности и возбуди в себе жаждание ее, как питья хотя горького, но целительного. В-пятых. Держи в мысли, что когда пришла беда, то ее не сбросишь, как тесную одежду. Надо перенести. По-христиански ли ты перетерпишь ее или не по-христиански, все же претерпеть неизбежно. Так лучше же претерпеть по-христиански. Ропотливость не избавляет от беды, а только ее натяжеляет. Отяжеляет. А смиренная покорность определением промысла Божия и благодушия отнимают тяготу у бед. Не так тягот на бой. Дальше. В-шестых. Или в-сильных. В-шестых. Осознай себя стоящим еще и не такой беды осознанной. Нет, осознай. Все, я поняла. Я перечитаю. В-шестых. В-шестых. Осознай себя стоящим еще и не такой беды. Осознай. То есть не больше на тебя может быть. Ты говоришь, я это перенесу. Тебя бить там будут, закидывать кирпичами. Да. И не такой беды. Осознай, что если бы Господь хотел поступить с тобой по всей правде, то такую ли беду следовало послать тебе? Если по правде, то дальше. Да, если бы, да. И дальше. И в-седьмых. Больше всего молись, и милостивый Господь подаст тебе крепость духа, при которой тогда, как другие девицы будут твоим бедом, тебе будет казаться, что и теперь-то терпеть. Что и терпеть-то нечего. А, что и терпеть-то нечего. Ну, еще там особенного и нет. Стояла на улице, свежий воздух, люди идут. Вот он как говорит. Я претерпела, я была... Так, сейчас молиться будем. Встаем. Волняющий, точный главный податель жизни, иди, и вселись в нас, и очисти нас от сек и скверны, и спаси его в души наши. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и всегда, и в ряде Бога. Аминь. Пресвятая Кровица, Помилуй нас, Господи, от грехи наши, Владыка, прости и беззакония наши, Святой, пофиг и стеренемощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как на небе, хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе. Хвала Тебе, наш милосердный Бог и Его. Аминь. Отче, услышь молитву нашу. Помилуй и прости меня грешного. Бог, тайное и явное, в уме и в помышлении, в одни и в ночи, во все дни жизни, великие и малые грехи мои, прости. И соблазн, который я подал им. Где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что я никогда не давал мне отчаяться в спасении. Слава Тебе. Это помощь Духа Твоего, Святого. И молитва святых. Хвала Тебе. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который даровал мне веру Твою святую. Страх Божий, ожидание суда Твоего. Благодарю за день, в который дал мне Твою святую библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покроем афором любви Твоей. В скорбях, печалях, в тесных обстоятельствах Ты помогала мне. От позора, поношения, поздравления, от ступничества и измены спасала. Хвала Господа нашему Богу за ходатайство Девы Марии и за род человеческий. Дивная заступница наша, Дева Мария, благодарим Тебя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, что столько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов и опасностей, которые могли бы убить сразу. Без покаяния не отпусти из жизни и в транспорте, и все, но Ты хранишь меня, ангел мой. Благодарю Тебя. И в смертный час не покинь, когда душа моя будет разлучаться от тела. И проведи ее по ударствам страшным и непонятным. И веди в Царство Небесное Христа Бога нашего навеки. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас, жители бедности, быть благочестивыми, довольными, довольствоваться питанием и одеждой, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономными, видеть и помогать нуждающихся. И искать прежде всего Царство Божие и правды Его, не бояться населствующих и правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, предпочтать верность Богу. Господи, услышь наши молитвы и тех, кто молится о нас, косни сердец патриарха, митрополитов, епископов, священников и диаконов, тех, кто является служителями Твоих. Господи, Боже наш, святитель Христов, Никола, Мерликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе, засветителя Господня Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, и послышишь молитвы о людях и о животных. Господи, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный, спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарун, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Авраам, Исаак, Иаков, Езда, Немер, Амос, Наум, Исаи, Ремия, Варух, Языкин, Оси, Иаиль, Айпьей, Сафони, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил и Отроки, пророк Михей. Молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые движимы Духом Святым, изрекли и записали эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас не готовыми, но мы вышли навстречу к Тебе с горящими святинниками истинной веры и сосудами полными иные добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Святые Ангелы, Архангелы, Херувимы и Серафимы, вся небесная сила престола Божия предстоящей, молите Бога о нас. Святые Всехвальные Апостолы, Первоверховные Петр и Павел, Святые Ангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правительства мира сего. Ты знаешь и всех, Боже, вселенных стран Твой, чтобы они не творили беззаконие, да продлится еще мир на земле. Господи, дай нам еще священника, рожденного свыше, и место для занятий. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарс Мирский, Иустим Философ, Касмай Дамиан, Андрей Старетилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Йоргий Бобедоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, и все святые, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твое, и малые дети, чтобы верили искренно в Тебя, в гонениях и в искушениях, не допусти до принятия антихристовых начертаний, чтобы в скорбе и печали никто не отошел от Тебя. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шамхайский, Кирилла Мефодий, Митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Феофилат Болгарский, И все переводчики Священного Писания, Морите Бога о нас, Да помилует, И спасет Господь нас, Да дарует нам жажду исследовать Слово Божие, И любовь к Святой Библии, Святые жены и девы, Феклы первомученицы, Фатина Самаринила, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, И материк София, Наталья Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуля, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроника Юния, Киприана и Юстина, Молите Бога о нас, Господи, Даруй, Девам и Женам, Послушание, Молчание, Целомутрие и стыдливость, И сохранив от поруганий, И нападений недобрых людей, Хвала Тебя, Слава, Честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь. Господь милосердный, Иисус Христос, Молим Тебя, Господи, Открой глаза народу Твоему, Боже, Чтобы они не делали Вакцинации, Чепизации, Боже, Господи, Даруй страх Твою, Господи, Священству Твоему, Чтобы они не призывали народ к смерти, Боже, Если есть на то воля Твоя, Убереги детей Твои, Господи, Но все святая воля Твоя милосердна, Слава Тебе, Боже, Милостив, Будь ко мне грешному, Ты создал меня, Владыка, Ты помилуй меня, Господь, Без числа я согрешил пред Тобою, Боже, Прости меня, грешного, И помилуй, Господи, Соедини нашу молитву с молитвами Всех святых Твоих, Молящихся Тебе на небе и на земле, Господи, услышь и исполни молитву Всех молящихся о нас во благо нам, Господи, Прими нашу молитву О всех заповедавших нам молиться о них, Спаси их И помилуй, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушает и да слышит Трап Твой, Трап Твой. Аминь, Благодарю вас за молитву, братья и сестры, Спаси Христос, Спаси Христос, Аминь, Спаси Христос, Здоровья и Слушает и даст. Спаси Христос, Спаси Христос, Наши дорогие, Мир вам, С миром, Смиром. Татьяна, Татьяна Кузьминична, А вот это Нина Жовнерова, Ее священник не пускает в храм, Шесть лет уже она стоит, На морозе, На жаре, Я сейчас в ней записал, Она тут написала кое-что, когда архиверей у нас был, я говорю, вы слышали такое там зое настояние, я говорю, а вот здесь не настояние у нас свое, и вот они сегодня приехали ко мне в гости вот если что желаете можете спросить их, что желаете вопросы-то есть какие-то? давай, брат Михаил, там расшевели пасту да, я только это, Божье благословение пускай идет в храм, да молится, что стоять-то возле храма нехорошо ли, пускай батюшка, кто там храмом владеет пускай возьмет ее, если он верует Богу по-настоящему за ручку, попросит у ней сестры Нины прощения и заведет своей рукой в храм он своей рукой показал туда, бросил от храма, он там тебе стоять шесть лет а приехала Татьяна к ней в гости и Татьяну тоже туда вещь неслыханная отрекись и притом только за то, что они обратились тут через милость Божию у нас чтобы они отреклись от всего а были как они нехорошо, Игнатий Тихонович, нехорошо нельзя велика ее награда на небесах пожалуйста аминь как неугодного понесут, говорит и всех блаженств, самая большая награда за гонение притом несправедливо что попало, говорят ко мне даже претензии, что у меня одежда не такая заплата да, Игнатий Тихонович, креста как гнали даже перед силой Вильзевула все делал, представляете у нас тут была еврейка и она как-то уже, ну было такое, что обиделась, я сказал там я говорю вот, и она говорит да вы любого жида за пояс заткнете да, что только не услышишь и одежда не та, и миллионеры и там на карте там миллионы ой, так весело вообще на людей смотреть, конечно так, ну вот сестры у меня здесь воспользуйтесь моментом что-то спросите мир, сестрам я всегда молюсь за нену Александровну Жолнирову благодарю спаси Христос это звать Екатерина Голубева да, вы тоже, сестры, за нас молитесь ну вот так что интересно когда мы деревню строили я в краевую прокуратуру обращался ну там где-то соседи там обижали земли, земли наши захватывали я написал, допустим, 32 прошения и они 32 раза ответили и не меньше 15 раз составляли комиссии краевая прокуратура которые ездили и выбрали положение если я 58 раз обращался в краевую администрацию столько 58 раз и ответили я вот когда гонение тут было вот недавно совсем я написал письмо всем и коммунистам, и правительству и Путину и от отсюда пришли ответы от патриархии нет ни одного слова как будто никого нету, муляж и всегда так было из 17 раз обращения моих к примеру сказать патриархии ни одного ответа не было за 50 лет и у нее точно так же и всем это что, как понимать? это не собственно Игнатий Тихонович, батюшки это храм Божий это дом Божий почему он запрещает сестре Нине заходить туда? он не имеет права запрещать потому что это Божий дом и его дом он там служит это права вы имеете ввиду когда люди знают права но кто гонит ну не сам же он это делает а кто-то через него это делает он-то никакой он стал сосудом этой темной силы и вся так и вся, Игнатий Тихонович нужно что-то делать как-то посодействовать ну как, давай, говори, Галей что Татьяна хотела сказать? сейчас тема, а сейчас холодно ладно, Татьяна вам Мирван а у меня вопрос вот за этими 6 лет из прихожан никто ничего не спрашивал и не удалось никого привлечь к истине? все, надо, Татьяна из прихожан никого к истине не удалось привлечь все ушли а там уже прихожан нету храм пустой дом пуст остается люди стали уходить и там сколько осталось человек? только кто наблюдает там двое-трое двое или трое, все два храма пустые на замок Господь показал свою могущественную силу а она на улице стоит она, может быть, больше приобрела, чем они тут за 50 лет вот Бог как делает не может быть а точно даже больше ну вот она перед вами живая не и настояние 6 лет 6 лет и после моего отшествия войдут к вам лютые волки не жалеющие стадо я сказал Деяния апостолов 20 глава 29 стих и будут говорить привратно чтобы увлечь за собою они Бога не знают они не знают даже совершенно ну это кормушка их тут они находят все, что требуется да как же знают Игнать Тихонович если говорят что война это благословенное дело я говорю кем благословенно это кто приходит к вам и приносит другое учение не о Иисусе Христе а есть дух антихриста да, да Игнать Тихонович вот здесь Галина Быкова задает вопрос пишет видать микрофон не работает могут ли поделиться опытом терпения как молятся где черпают силу веры да мы те часто считали Феофан Затворник что говорит Феофан Затворник говорит мы только сейчас считали но я не знаю еще и снова читать это надо послать распечатать и послать кто-то был бы сейчас там открыли вот у нас на экране он это Феофан Затворник говорит во-первых веру святую блюдись и жизнь по вере в виде безукоризм всякий же стущающийся грех ощущает точно с покаянием во-вторых все что приходится терпеть принимай как от руки Божией помни твердо что без боли Божией ничего не бывает в-третьих веруя что все от Господа исходящее посылается им во благо душам нашим а все мы искренне благодарим Бога благодарим за скорби и за утешение и в-четвертых полюби прискорбность ради великой ее спасительности и возбуди в себе жаждание ее как питья хотя горького но целительного и в-пятых держи в мысли что когда пришла беда то ее не сбросишь как тесную одежду надо перенести по-христиански ли ты перетерпишь ее или не по-христиански все же претерпеть неизбежно так лучше же претерпеть по-христиански ропотливость не избавляет от беды а только ее отяжеляет а смиренная покорность определением промысла Божия благодушия отнимай тяготу у бед и в-шестых осознай себя стоящим еще и не такой беды осознай что если бы Господь хотел поступить с тобой по всей правде то такую или беду следовало послать тебе и в-седьмых больше всего молись и милостивый Господь подаст себе крепость духа при которой тогда как другие девицы будут твоим бедом тебе будет казаться что и терпеть это нечего Игнатий Тихонович надо распечатать это чтобы вот на столе всегда лежало а я вам сейчас пришлю как кончим разговаривать густей прошу Игнатий Тихонович есть есть это в чате это Феофана Затворника прислали Галина прочитала еще так так а всем это епископ заменен Нина Александрова вы в курсе знаете про это слышали заменен на Антония у вас теперь Антоний там да епископ да у нас как-то день деревни был приглашение батюшка дал а я пошел тогда везде и везде откликнулись пошел власти которые нас охраняли МВД генерала пригласил в КГБ пошел пригласил прокуратуру и пришел в епархию а мне говорят это вы прошение прошение только по четвергам принимаем письма то есть я должен до четверга сидеть у них у порога и ждать когда мое письмо примут ну я прорвался туда дальше ну там уже я садил пыль до потолка была что ж вы делаете приглашение письма везде принимают не указывая какой день принимают это личная встреча они совершенно ничего не знают не знают и дуются как говорил Невзор я не хочу чтобы снова наступило время чтобы попов из головы с колокольца шарахали но к этому идет все как они омерзели вот говорит Андрей Кураев говорил церковь была гонимая была но быть в таком презрении как сейчас никогда не была все отплевываются чтобы только не ходить в храм деньги мани мани на каждом шагу вот здесь написала Екатерина Можина сестра Нина я когда о вас слышу всегда плачу вы образец вы образец терпения только не плачьте Христа ради зачем вы плачете радуйтесь вместе со мной а написано с плачущими плач трудно себе но я то не плачу это заповедь с радующимся радуйся а вот это намного труднее говорит прошел огонь и вода и медная труба что самое трудное медная труба когда хвалить тебя будут и землю не будешь доставать а все равно ну все сестры уходим мы тогда братья уходим благослови вас Господь аллилуйя спасти Христос вас спасти Христос духом крепости вам сестры спасти Христос аминь аминь спрашивают как я пишу отлично там организация который дает говорить чтобы нажать пять звездочек пять звездных бывает там отель где люди останавливаются на курортах это уже пятизвездных это вершина все там тебе кровать на восьмерых там питье я тебе Игнатий Тихонович ну вы вот это феофана затворника можно распечатать вот бабушек у нас бабушкам раздать еще моим ну я не знаю я не берусь за это потому что кто в ватсапе тот может так закрываем а мне в ватсап скиньте в ватсап я туда не касаюсь ватсап я вообще считаю детский клоповник ну вы же там были